наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день сергей добрый день дорогие слушатели зрители читатели ну начнем на по традиции с того что происходит или не происходит в европе постепенно перейдем к американским событиям за которыми вы наверняка внимательно следить а несомненно тем более что много всего появилось много информации давайте начнем конечно с европейской причем она не столько как бы сабить событийного характера что-то упала что-то взорвалось и так далее кто-то умер или погиб хотя и такое случается нет я имею ввиду события более тонкие некоторые из них имеет геополитический характер а некоторые идеологически ну например в европе разворачивается интереснейшая борьба против сепаратизма и конечно говорят так я имею ввиду не сепаратизм во франции скажем в герцогстве бургундском или на корсике где этого можно ожидать нет там принят закон против сепаратизма хотя как все говорят речь идет не об стремлении каких-то частей франции к делению а о возникновении неких сообществ этническо-религиозных которые представляют собой угрозу для единства франции вы сразу понимаете наверняка догадываетесь что речь идет прежде всего об угрозе исламского фундаментализма против него направлен новый закон который называется законом о борьбе с сепаратизмом потому что естественно правительство франции нынешняя она достаточно чутко для того чтобы эти тенденции улавливать и ему кажется что после недавних последних случаев где и отрезание голов вы помните как несчастному учителю отрезали голову за карикатуру на магомета и прочее эти все инциденты вели к тому что во франции происходит пока еще только идейное я бы сказал поправение и радикализация в рядах правящего класса в рядах элит поэтому макрон его правительство начинают говорить во все более жестких тонах что удивительно для него он типичный либерал то есть нечто взгляд и нечто нечто неопределенное но всегда но всегда положительно и вот сейчас у него нарастает чувство угрозы его собственному правлению почему да потому что все последние опросы говорят о том что он проигрывает возможном президентском состязании с марин ле пен главой бывшего национального фронта сейчас он называется национальный альянс или национальная не знаю как это слово альянс перевести получше но в любом случае национальное собрание национальный союз так вот все опросы показывают что с одной стороны марин ле пен берет сейчас очень правильный точный тон не делая особого упора на скажем национальных национальных отличностях мигрантов и вообще не слегка притупив эту грань это острие мигрантского вопроса она главным образом сосредоточилась на социальных и прочих проблемах в том числе и на проблеме не свершившиеся интеграции мигрантов во французское общество и набирает очки поэтому парадоксальным образом а может быть и не так уж парадоксальным макрон предпринимает ответные шаги и становится все более радикальным в своих высказываниях и вот результат закон о о борьбе с сепаратизмом в данном случае естественном борьбе с мусульманскими с исламскими фундаменталистами во франции это как все во франции сопровождаются демонстрациями забастовками и прочее поэтому и сейчас буквально в эти дни сегодня буквально проходит в стране демонстрации в которых сливаются сливаются в одно и и исламские активисты и активисты их партий и левые но интересно что впервые во франции это вообще было как бы словосочетание табуизированное никто из членов правительства никогда вот так однозначно не называл это сообщество лево-исламским а сейчас буквально сегодня заявление членов правительства именно так и звучат что объединяются леваки с фундаментальными мусульманами очень любопытный поворот в это же время во франции происходят и другие явления например во франции в страсбурге строится самая самая высокая мечеть в европе такая образцово показательная мечеть строится она преимущественно за деньги турции и встает во франции вопрос почему религии к не считаются как бы общими религиями даже ислам почему не может быть исламская мечеть для всех а есть для тура вот что любопытно понимаете поэтому в некоторых других странах особенно юге франции некоторые другие городские советы запретили строительство подобных сооружений мечети на деньги каких-то не вполне французских сужателей денег такой такая борьба сепаратизмом в то же время заговорили снова приближающимся сначала выборах шотландии а потом и референдуме дело в том что премьер-министр этой страны женщина по имени старджес она обещала объединить две проблемы в одну и если она победит сказала она она непременно проведет новый референдум а кстати там у них вошло в привычку проводить подобные референдумы независимости последний был всего лишь три года назад так вот она обещала как бы сочетать свою победу с референдумом но что проблемно она то наверняка скорее всего скажем так победит как национальная партия не скрывающая своего национализма она и в заглавии уже считается националистической партии шотландии так вот весь европейский союз с большой симпатией смотрит в сторону шотландии и желает националистам шотландским большого успеха понимая что это бы привело к вступлению шотландии скорее всего в европейский союз во всяком случае попыткам вступить в европейский союз что разумеется произошло бы тогда в сочетании с распадом великобритании как таковой но вот проблема вот незадача в отличие от прошлых выборов сейчас все опросы общественного мнения показывают что хотя она скорее всего и победит то есть победят шотландские националисты но они не такие уже националисты чтобы выходить из состава великобритании сейчас во всяком случае чем дальше или скажем так чем ближе к референдуму тем меньше шансов на победу независимости шотландии вот какая интересная штука и это в то же время является хорошим зеркалом вообще крайне сильного разнобоя в отношении евросоюза в частности европарламента европарламент надо понимать он на пять шагов ближе к победе мира и социализма чем евросоюз в целом это его передовой отряд авангард так сказать потому что там доминируют левонаправленные социалистические и прочее и прочее и прочее структуры так вот они с большой симпатией европарламентарий с большой симпатией относится к идее шотландской независимости но в то же время с большой антипатией наблюдают за ростом сепаратистских настроений в каталане вот парадокс потому что дело в том что испанское правительство социалистическое наоборот оно крайне еврофильно оно крайне крайне сторонник евросоюза со всеми его достоинствами недостатками и поэтому евросоюзу не хочется терять единство такой такого замечательного члена вот такой необычайный разнобой который порой заканчивается совсем уж непонятными явлениями по последнему опросу общественного мнения 30 процентов жителей Баварии а это самая крупная земля Германии высказываются за независимость Баварии от остальной Германии тут звучит это диковато но на самом деле это совсем не из области фантастики Бавария это последняя земля последнее королевство даже присоединившиеся или включенная в состав общей Германии всего лишь во второй половине даже ближе даже ближе концу 19 века то есть там больше оснований для реального сепаратизма чем в других землях Германии и вот там уже тоже появляются зародыши этого вот такая картина геополитическая но идеологическая не менее забавно не менее забавно я начну самого феноменального то что меня привело в полный восторг я давно ждал такого поворота темы как говорится в Великобритании некто лорд дебен а он председатель комитета по климатическим изменениям естественное дело эко как сказать радикал так вот он недавно выступил с заявлением которое всех повторяю повергло одних в ужас других в полный восторг я давно ждал такого развития события оно назревало он заявил что по мере решения сложнейших вопросов возникают еще более сложные вопросы и так до бесконечности не успеваем мы решить одну проблему скажем продовольствие его недостатка или одного родостатка борьбы с голодом борьбы с болезнями как сейчас эпидемия как возникают новые климат рушится и бог знает бог знает что с ним происходит уже не такой стабильный как бывал в средние века я конечно шучу иронизирую простите меня те кто не понял так вот лорд дебен нашел панацею все таки от всех этих бед он сказал что довольно нам жить в таких режимах что для борьбы с этими серьезнейшими препятствиями недавно пора переходить к авторитар к авторитарскому правлению то есть фактически к диктаторскому правлению и ясно сказал что у нас это никогда не получится если мы будем стоять на позициях выборности мы будем избирать элиты они никогда не смогут они от нас собственно говоря производная производная нас а нужно чтобы правители были неизбираемыми чтобы это были несменяемые решительные элиты не связанная никакой ответственности они смогут решить дело однозначно они смогут закрутить гайки там где-то нужно и мы бы зажили в свое удовольствие в системе полной диктатуры вот разве можно было представить себе такой ход мысли я сейчас говорю не о заключении оно казалось может быть музыкой будущего там гитлеру гитлеру и сталин в последние 70 лет мы отвыкли от такой музыки будущего считая ее наоборот рем сирен и вот приходит человек не последнего так сказать калибра да еще и лорд к тому и говорит что мы пришли собственно к этой точке из которой может быть или от которой может быть вышли нам нужен авторитаризм нам нужно сильное жесткое правление не от нас от избирателей не зависящее естественно этого лорда освистали для начала но я всегда так понимаю что понимаете первоначальный свист он постепенно переходит в хлопки одобрения потому что сказано слово это очень важно в определенной ситуации а то ведь действительно ну разве он не прав что мы не делаем как мы не надрываемся как не надрываются наши элиты а все как то не складывается полного довольствия и счастья поэтому придет придется по его мнению закрутить гайки и решительно поменять философию управления вот что меня я говорю подкупает в этом ну вот такова европа скажем так я не буду вдаваться еще в более детали я думаю что вы поняли эту ситуацию разумеется сюда же укладываются и последнее решение европейского парламента по борьбе с дезинформацией европейский парламент решил серьезно заняться борьбой с дезинформацией причем определил эту дезинформацию как то что не способствует прогрессу в европе а наоборот его тормозит и может быть даже отдаляет в каком-то смысле вот еще один хороший ход от которого тоже мне кажется если отталкиваться и быть достаточно логичным и последовательным мы все равно придем к тому что нужна нам одна правда и наоборот не нужна не нужно нам это многообразие прав вот это если говорить о европе я хочу сразу вам сказать что и в америке я наблюдаю некоторые сдвиги они крайне любопытны я же привык в последние месяцы наблюдать вот такое вот единство прогресса и прогрессивной общественности и единственное что я привык слышать это полное восхищение новым президентом америке который наконец-то наконец-то произвел нужные изменения во всех областях и наконец-то направил и америку к этому светлому будущему и вдруг и вот это то что меня удивило появляются первые несогласные голоса и как всегда это те же голоса которые были самые согласные они просто они просто чуют ветер истории которые не вполне как им кажется сейчас дуют в их сторону в чем я это нахожу в чем я это вижу уже два раза за последние полторы недели газета the washington post одна из самых передовых ударных и активистских это газета комсомольская по-настоящему она вдруг стала как-то в этом смысле пошаливать и давать сбои один за другим вначале она кстати заметьте вы это знаете европейцам это неизвестно никто не сказал когда газета washington post извинилась за свои измышления относительно того что дональд трамп якобы заставлял госсоветника или статс-секретаря как хотите госсоветника штата джорджия заставлял его придумывать какие-то голоса в свою пользу не засчитывать голоса пользу байдена и прочее то есть явное вымогательство на грани преступления и тот же та же газета washington post она требовала чтобы чтобы этот госсекретарь штата да просто в суд подал на трампа и его бы может быть засудили и может быть он бы изгноили может быть в каталажке но вот что произошло полторы недели назад washington post извиняется не потому что совесть заговорила конечно нет а потому что произошла расшифровка прослушки и в расшифровке нет никаких слов о том что трамп его к чему-то заставляли что-то подделывать какие-то фейки делать и прочее нету и ваше он просто как бы смущаясь и потирая ножку о ножку сказал что вот мы здесь промахнулись к сожалению этого нет но видимо дальше дело то пошло дальше и сейчас вашингтон пост выступила сегодня я повторяю с довольно серьезной критикой самого идеального из всех президентов говоря что он чего-то не понял он раскритиковал новый закон между прочим в том же штате Джорджия их законодателей раскритиковал его как якобы ущемление в правах избирателей Джорджии и вот вашингтон пост представьте себе заявляет что президент видимо чего-то не допонял не то чтобы не понял не может не понять но он не допонял до конца или даже и такое дерзкое предположение или его советники ему не подсказали предполагает вошингтон пост сегодня в сегодняшнем номере ему не подсказали что на самом-то деле закон наоборот не ущемляет а наоборот расширяет возможности для голосования А ему и пишет Вашингтон пост с умилительным таким уточнением. Мы бы ожидали, что через день после этого в официальном заявлении Байден отмежуется от этих слов. Но нет, произошла еще одна накладка, и он наоборот настаивал в заявлении. То есть я говорю, он настаивал, наверняка не он, а тот, кто пишет его выступление, настаивал на этом тезисе, что нас крайне удивило. И даже возникло у редакторов Вашингтон пост подозрения в том, что Байден не контролирует свои заявления, дела, подписи, декреты, черт не знает что. То есть я представляю себе и ужасаюсь, в каком состоянии умов, в каком смятении должны находиться передовые журналисты, комсомольцы, акробаты пера. В каком смятении они должны находиться, если они позволяют себе такую критику лучшего из президентов в истории американской. Вот эта движуха, с позволения сказать, как называют это сейчас в России, вот эти изменения, они пока еще малозаметны. Они еще не добрались до газеты «Нью-Йорк Таймс», которая всегда бежит впереди паровоза. Они еще не добрались. Но я подозреваю, и хочется думать мне, что это первые ласточки, что это первое подозрение, что король-то голый. С одной стороны, возможно так. С одной стороны, это как вариант. Байден действительно не контролирует то, что ему дают, то, что происходит, то, что пишется, то, что он произносит, стейтменты, которые он подписывает. Но с другой стороны, возможно, это расчет на публику, которая за него голосовала, потому что эта публика хочет слышать то, что она хочет слышать. И ничего другого она слышит. Она не воспринимает просто. Вот он сказал так. Все, значит, так оно и есть. И они будут на каждом углу это повторять. Они будут это разносить, размножать в соцсетях. И не дай бог тебе возразить им на это. Тебя заклюют. В общем, будут на тебя жаловаться, подадут доносы, и тебя заблокируют в соцсетях. Это второй вариант. Возможно, это расчет на определенную публику, которую факты не интересуют, которой нужна подпитка такая. Это так. Я привожу конкретный пример и предлагаю построить какую-то логическую схему на основе этих примеров. Но в принципе, ведь дело же не в том, и результат в конечном счете определяют не те люди, которые готовы верить всему, а какие-то реальные результаты, реальные достижения и реальная глупость. Если вы видите, что человек глуп и много раз он вам это демонстрирует, то ваша уверенность в том, что вы сделали правильный выбор, лучший на свете, она начинает как бы бледнеть и на солнце выцветать сразу. Это от твердой уверенности, которую мы можем видеть. Мне, кстати, вы не смотрите, наверное, в YouTube на измышления российских, простите, чуть не сказал советских, на измышления российских либералов, которые от счастья просто писывают кипятком под столом редакционным. Они говорят о том, что Байден просто спас меня от веревки. Я уже думал, что жизнь... Я сейчас просто цитирую вполне конкретный материал. Но я хочу посмотреть на этих полезных идиотов через пару месяцев. Когда начнутся результаты? Я уже в свое время в нашей передаче приводил, и приведу только для тех, кто ее нерегулярно слушает, как я пытался полемизировать с Оруэллом, с Джорджем Оруэллом, когда он доказывал, не доказывал, но из книжки так вытекало, проистекало, что можно человека заставить думать, что ночь – это день, и что можно работать, в принципе, и ночью. И возражение, которое у меня возникало, сводилось к тому, что мозг, может быть, и поверит, но глаза работать не будут, они не видят в темноте полно ничего, и невозможно их переубедить. Это не вопрос убеждения, как в мозгу, это вопрос физиологии. И вот мне кажется, что и с Байдена будет точно так же. Когда эти люди почувствуют на себе, как сейчас им предлагают в некоторых штатах, ввести налог на мили, налог на длину, на расстояние, которое вы на своей машине проехали. Так что, естественно, если вы хотите уклониться от налога, вообще не езжайте никуда. Сидите дома, не езжайте даже в ближайшие города, иначе налогами вас побьют. Так вот, там полно этой ерунды сейчас в штатах. Одна глупость догоняет другую и перегоняет ее, понимаете? Я думаю, что это станет очевидно этим людям. Они же не враги себе, они же понимают, что когда бензин дорожает по двое или по трое, то это не есть хорошо. Послушайте, ну, как бы, с одной стороны, хотелось бы с вами согласиться, с другой стороны, когда Байден во время своей избирательной кампании обещал, что он повысит налоги, что он отменит все указы Трампа, что он перекроет нефтепровод из Канады, эти люди все равно пошли и проголосовали за него. Вы понимаете? И сейчас они пытаются найти, вот я слушаю или там с кем-то пытаюсь дискутировать, они пытаются найти оправдание его действиям. Это уму непостижимо. То есть, ну, вы-то рассуждаете с точки зрения здравого смысла, но, к сожалению, те, кто за него голосовал, здравым смыслом не обладают. Они мыслят по-другому. У них мозги по-другому устроены. То есть, человек им обещает, что он сделает их жизнь мизерабл, и они идут, за него голосуют. Он не скрывал этого, то есть, он не рассказывал все детали своих планов, таких антиамериканских, но в общих чертах он, в принципе, обещал то, что он сейчас делает. И, тем не менее, они шли и голосовали за него. Сейчас они получают то, что он сделал, и пытаются найти объяснение или оправдание тому, что он делает. Вот в чем проблема. Всякое оправдание, всякое объяснение бывает кратковременным в таких случаях, потому что тяготы, сложности существования, они не кратковременны. Он обеспечит их на много лет. А вот оправдание будет кратковременным. Я не хочу сказать, что не будет никого. Дело в том, что и в Советском Союзе, и сейчас в России полно таких, которые говорят временные трудности. Это же замечательная формулировка. Абсолютно. Временные трудности. Но, так же, как в Советском Союзе, таких было все меньше и меньше, и все больше и больше было видящих, просматривающих все это. Так и в Америке это должно произойти, потому что и в Америке психология человека, как и его физиология не изменилась. Вот какое-то время эти будут. Между прочим, Байден не был избран, я хочу сделать уточнение, из-за того, что люди хотели повышения налогов. Отнюдь нет, отнюдь нет. Он и не говорил, собственно, что вы будете счастливы в результате повышения налогов. Он объяснял, что в результате вы получите новые рабочие места, высокооплачиваемые, то есть будете жить лучше, чем вы живете. Такое было объяснение, понимаете? И то, что оно сейчас не сработает, оно точно не сработает. Уже начинаются венесуэльские заморочки с Америкой. Уже начинаются. А они будут нарастать, вы поймите, всего же два месяца. Я не хочу никого переубеждать какими-то ложными аргументами. Я говорю просто, что действительность, жизнь, она, как говорят в русской литературе, она себя оказывает. И от этого вы никуда не убежите. Поймут самые большие дураки. И, кстати, они будут первыми, как говорится, они были первыми. Они первые потом становятся в ряды. И даже говорят, что мы раньше вас других все поняли. Мы сами жертвы. А вы-то что? Вы всегда знали. А мы жертвы. Вот вы упомянули Советский Союз, что людей, которые начали все это понимать, становилось все больше и больше. А в 70 лет продержался режим. Правда, это можно объяснить тем, что была одна единственная правда, другая, инакомыслие возбранялось, наказывалось. Но, к сожалению, вот в нашей стране мы сейчас движемся в этом направлении. Инакомыслие наказывается буквально. То есть, вы понимаете, то, о чем вы говорили, что правда должна быть одна. Они к этому стремятся. Они затыкают рот. Они начинают гонение на людей, которые придерживаются иной точки зрения. А что касается выражения типа «временные трудности», они сейчас используют те же самые, может быть, в других выражениях, но тот же смысл. Колоссальный кризис на границе. И, тем не менее, выступает пресс-секретарь Псаки, или Саки, как ее произносят по-английски. Она говорит, что нет никакого кризиса. Это просто вот временное такое, как бы, мы пытаемся разделаться с наследием Трампа. Это он во всем виноват. Мы все это решим, у нас все будет в порядке. Никакого кризиса нет. Понимаете? То есть, все то же самое, то, о чем вы говорили. Вы абсолютно правы. Знаете что, нам нужно остановиться. Я и сам... Да, у вас же перерывы. Да, мы должны остановиться на рекламную паузу, после чего вернемся обязательно. Продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. И у нас есть звонок, Ефим, если не возражаете. Конечно, конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Ефим. У меня вот такой вопрос. Вот каков у вас взгляд со стороны, так сказать, из Европы? Как у всякого президента. У президента Трампа была масса бюрократов, которые входили, выходили, увольнялись. Или их увольняли. В то же время. Среди всех этих вот сподвижников, так сказать, мистера Трампа, был один человек, который является плотью от плоти бюрократического лагеря. Но он прошел без сучка и задоринки от первого назначения до последнего дня. Более того, он остался вернейшим представителем этого класса и сподвижником Трампа. Я имею в виду мистера Помпео. В связи с этим у меня к вам одно предложение и один вопрос. Предложение следующее. Не могли бы вы как-нибудь посвятить ему полчаса своих рассуждений, описательных и аналитических? Я имею в виду последнего госсекретаря. И вопрос, а вопрос вот какой. Как вы расцениваете его шансы на следующих президентских выборах? Спасибо большое. Огромное спасибо. Сразу видно, что вы человек, увлеченный политикой, следящий за ней. То есть, не сторонний этому делу человек. Это очень чувствуется. И знаете почему? Вы очень точно пригвоздили ситуацию одним ударом молотка. Дело в том, что действительно Помпео, как мне кажется, человек отнюдь не вчерашнего дня, а наоборот. Это восходящая звезда. Он сам не слишком разговорчив, говорит мало, но по делу, говорит всегда очень веско и точно. Этим он отличался, кстати, в контактах со своими международными партнерами по всему миру. Будучи госсекретарем, то есть, министром иностранных дел фактически. Этим он отличался. Он их покорял своей неразговорчивостью, но при этом точностью формулировок отточенных, когда он что-то уже говорил. И вот сейчас он какое-то время отмалчивался. Вы видели это, слышали, что он исчез на какое-то время. Сейчас буквально, вот вчера, сегодня, не знаю, он снова появился на какой-то серьезной конференции. И снова его выступление привлекло все камеры и все пишущие перья журналистов. Они снова этот вопрос поставили. Я буквально сегодня читал в американской печати, будет Помпео тем человеком, который будет выставлен республиканцами или нет. Нельзя сказать, что Помпео был одним из самых верных. В отличие даже от тех, кто казался верными, как Пенс, Помпео так и остался верным. Но в то же время он настолько самостоятельная и крупная, значительная личность, что мне кажется, он не без шансов. Там зависит многое от того, как будет построена логика политическая республиканской партии. И вполне возможно, что, учитывая политический вес Трампа, который пока абсолютно партию эту в принципе контролирует, за исключением немногих, за исключением десятка другого невертрампистов. Так вот, если они пойдут по пути, в своих соображениях, по пути новой кандидатуры Трампа, то вряд ли Помпео выставит свою кандидатуру как конкурентную. Я думаю, он не хочет и сейчас не только портить отношения, но вообще давать какие-то причины, доводы для сомнений. А могут возникнуть такие сомнения. Или же они пойдут по другому пути. Между реальностью и идеалом всегда бывает какой-то задел, какой-то зазор. И в этом смысле иногда бывает хорошо выставить фигуру, которая сможет мостик перебросить к реальности. Если окажется, что по каким-то причинам Трамп, ну, как идея, он же не просто человек, он идея. Причем идея космического, я бы сказал даже, но в любом случае планетарного значения. Это идея борьбы с наступлением новых элит и новой культуры. Cancel culture. Так вот, если возникнет представление, что лучше перекинуть мостик от идеи к реальности, поможет другой человек, новый человек, но при этом абсолютный трампист, то, возможно, они, скорее всего, сойдутся именно на кандидатуре Помпео. Я бы эту кандидатуру абсолютно со счетов не сбрасывал. Это серьезная кандидатура и серьезная мысль за ней стоит. Он продолжит дело Трампа, скорее всего, если бы все это в сослагательном наклонении. Он продолжит дело Трампа с полной уверенностью, при этом не обязательно там грязью поливая своего предшественника. Это очень серьезная и интересная мысль. Но зависит все от республиканцев, как они свою избирательную, выборную логику построят. Огромное спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я тоже никогда, почему-то никогда не думал о Помпео как о потенциальном кандидате. А вот после того, как наш радиослушатель Борис задал этот вопрос, на мой взгляд, это было бы просто идеально. Потому что вы не зря сказали, он фигура самостоятельная. В то же время, вот этот лозунг, эта идея Америка прежде всего, она, по-моему, сидит у него в крови. Так же, как у Трампа. То есть, не обязательно он должен представлять из себя трамписта. Нет, он самостоятельная фигура. Но идея вот эта, она сидит у него, она такая стержневая для Помпео. И он, по-моему, был бы идеальным кандидатом. Я согласен совершенно. То есть, с одной стороны, у него действительно богатый опыт, так сказать, на службе. Я имею в виду на службе не только военной, но и на государственной службе. То есть, конгрессмен, директор ЦРУ, министр иностранных дел. То есть, колоссальный опыт у человека в правительственных структурах, в законодательном органе. Плюс военный бэкграунд. И при этом он действительно такая мощная фигура. И это было бы идеальным вариантом. Я вполне допускаю, что Трамп, так сказать, может быть и не... Хотя говорят о том, что он сейчас уже готовит веб-сайт для президентской гонки. Но я вполне допускаю мысль, что он... Это было бы идеально. На мой взгляд, это было бы идеально. Я тоже так считаю. И допускаю, что Трамп в конечном счете сам эту мысль произнесет. Сам поддержит Помпео. Так что это вполне приемлемый вариант. И нет никаких поручащих сведений. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за ответ по поводу Помпео. У меня есть маленькое замечание. Зачем же вы так расстроены человека, который задал вопрос? Он же ненавидит Трампа. Да нет, вы ошибаетесь. Да я не ошибаюсь. Да нет, вы ошибаетесь. Вы абсолютно ошибаетесь. Вы абсолютно ошибаетесь, поскольку человек, который задавал вопрос, он у нас здесь нередкий гость в офисе и в студии, в частности, поэтому вы ошибаетесь. Это ваше заблуждение. Вы знаете, что еще одной темой мне хотелось бы коснуться, это абсолютного безумия, связанного с расовым вопросом. Да, кстати, вот сравнивая Помпея и Блинкина, вы сегодня сказали, что Помпея выступал на конференции и вызвал большой интерес у пишущей и говорящей братьев. Мне сегодня удалось послушать кусочек, маленький, коротенький кусочек выступления Блинкина. И единственное, что я услышал, это он посыпает голову пеплом от того, что в Америке у нас, так сказать, ущемляют права национальных, этнических, сексуальных и прочих меньшинств. Это вот насколько два разных противоположных отношения к нашей стране. Но это Абабовская линия, когда он, вы помните, первая поездка с извинениями, поехал перед всем миром, перед исламистами извиняться перед теми, перед теми, что мы такие сякие, мы плохие, наши ошибки. И все, что происходит в мире негативного, это потому, что мы себя так ведем. Так вот, это продолжение этой же политики, ну, собственно, это те же люди. Собственно, мы понимаем, мы понимаем, что Байден это такая ширма, такая фигура кукольная, подставная, потому что кукловоды сзади. И это продолжение той же политики. Это принципиальная разница между тем, что чувствует по отношению к Америке Помпео и что чувствует по отношению к Америке госсекретарь Блинкин. Так вот, еще об одной проблеме я хотел поговорить, об этом безумии расовом, которое сейчас происходит. Вы посмотрите, что, скажем, в Миннесоте отменили балет «Золушка», потому что они подумали, в пресс-релизе они пишут, что «Золушка была отменена после тщательного рассмотрения и с нашей неизменной приверженностью к разнообразию, равенству и эксклюзивности». То есть, недостаточно черных исполнителей в балете «Золушка», поэтому этот балет нужно отменить, они будут над этим работать, другое название, другой состав. В общем, абсолютный бред. Или, скажем, еще один пример. Оксфордский университет собирается отменить курс по нотной грамматике, потому что она представляет колониализм, который способствует белому супремасизму. Далее преподавание фортепиано и дирижирование могут вызвать глубокое расстройство у цветных студентов, так как эти навыки тесно связаны с белой европейской музыкой. Также профессора сказали, что классическая музыка чрезмерно концентрируется на белой европейской музыке рабовладельческого периода. Ну, это ли не дурдом, а? Ну, дурдом, в котором вам приходится жить, ну, понятно. Это все, ведь понятно, и здесь лишняя трата слов. Тут просто усилить уже эффект никак невозможно. Это, вы же не можете усилить эффект от паранойи, от шизофрении, когда обладевает какая-то... Вы знаете, я вот эти... Вы не можете уже усилить. Я вот эти примеры привожу и слова, довольно жесткие произношу, в надежде, что вот люди, которые голосовали за эту администрацию, они-то вот к этому считают, ну, это к ним не имеет никакого отношения. Они голосовали там один против Трампа, потому что он Трампа ненавидит, видите ли. Он, в принципе, согласен с политикой Трампа, то, что Трамп делал, ему нравится, а вот он лично его в персону не переносит, поэтому он голосовал за Байдена, а не за Трампа. Я вот в какой-то... питаю какую-то слабую надежду, что эти люди, ну, хоть как-то, может, задумаются. Ну, я наивный, наверное, человек. Эти прогрессисты вас не слушают, Сергей. У вас совсем другая аудитория. Уверяю вас, уверяю вас, слушают, иногда даже звонят, иногда называют меня фашистом, хотя режим, который сегодня у власти, мне больше напоминает фашистский режим, поскольку... Ну, люди, которые называют меня фашистом, просто не понимают смысла этого, смысла фашистской идеологии. Поэтому обращаться к тем, кто не понимает смысла, все равно бесполезно. Я хочу, скорее, сосредоточить ваше внимание на том, когда именно такой их подход оборачивается боком, что называется, им же самим. Хочу привести конкретный пример. Буквально вот в пресс-конференции Джен Псаки, которую вы упомянули, ей был задан вопрос. Почему? Что она думает, вернее так, что она думает о скандале вокруг Байдена? Вопрос естественный, наверное. Псаки ответила, не знаю, о каком скандале вы говорите, потому что я никогда не читал ничего в медиа об этом. То есть такого скандала нет, потому что о нем не пишут. Вот была ее логика. И тут же, как эхо от горы, прилетела ей ответка гендиректор, он же владелец твиттера, Дарси, знаменитый миллиардер, похожий на бомжа с Манхэттена, который просит рядом с Тефани в сегодняшнем Нью-Йорке. Так вот, Дарси сказал, что своей главной, крупнейшей ошибкой он считает умалчивание сведений о Байдене. Можете перекреститься, представляете себе, он эти сведения сознательно, месяцами умалчивал. Я имею в виду после того случая, когда Байденовский лэптоп попал в полицию. Он умалчивал. И Псаки, ссылаясь на это умалчивание, сказала, что раз не говорили медиа, значит нет такого случая. Нет скандала. И вдруг он говорит, вы знаете, ошибочка вышла. Скандальчик-то был. И я каюсь, потому что сейчас нам приходится все объяснять снова и снова. И очень трудно объяснять. Жизнь их схватила, я извиняюсь, за одно место. Понимаете, жизнь, действительность. И они не знают, как вывернуться, как доказать, что не было скандала, если он был и только был умалчан. Вот что я хочу сказать, что эта жизнь, эта действительность, она сильнее, чем наши слова порой. Она открывает глаза самым незрячим, самым слепым. И в это я, собственно, на этом вся моя надежда. Вы знаете, что я, честно говоря, не верю Дорси, поскольку он назвал это ошибкой. Никакая это не ошибка, это сговор, сговор элит, в том числе корпоративных, айтишников, военно-промышленного комплекса, мидия. Это сговор в канун выборов. Это не была ошибка, это была продуманная акция с тем, чтобы замолчать преступления, совершенные семейкой Байдена. Потому что это грели выборы, и, так сказать, они не могли этого позволить. Сейчас, после того, как выборы, так сказать, состоялись, и потом, можно об этом говорить, тем более, что, ну, ни вы, ни я, наверное, я не знаю, как вы, я лично не сомневаюсь, что Байден не досидит до конца срока. Не досидит. Что его, на его место встанет Харрис, и она назначит себе какого-то вице-президента. Как говорил Леон Майнштейн, задача продержаться два года. Потому что, если по истечении двух лет Харрис станет президентом, то у нее появится возможность избираться еще на два срока. Если она раньше будет заменять Байдена, то тогда у нее будет возможность только на один срок избираться. Но они уверовали в то, что они настолько отработали систему фальсификации, что никакие выборы им ни по чем. Они будут назначать президентов, поэтому, так сказать, и рассчитывают, что она, возможно, победит. Хотя, если вы вспомните, праймарис демократов, она сошла с дистанции просто с самого начала, поскольку популярность ее была на нуле. Я не знаю, как они рассчитывают. Поэтому они, единственное, на что у них может быть расчет, это на подтасовку, на фальсификацию, в случае, если Харрис пойдет на выборы на президента. Бог с ней. Вы знаете, Сергей, Байдену ведь не нужно досиживать. Он может долежать. Ему важно, чтобы его в состоянии лежки какой-то продержали. А съесть это уже не обязательно. Его будут поднимать с постельки иногда. До той поры, пока им это нужно. Как сейчас у него. Главный вопрос, который спрашивали журналисты, во всяком случае иронично. Они спрашивали, когда вы пьете теплое молоко перед сном. Вот основной, главный вопрос, который их волновал в этот момент. Да, мы с вами не обсуждали пресс-конференцию. Это такое глобальное, эпохальное событие. ЗИЦ-председатель провел первую пресс-конференцию на третьем месяце своего пребывания в Белом Удове. Кстати, не заметили ли вы, что до сих пор State of the Union не был произнесен? А он, между прочим, в начале февраля по предписанию всех президентов. Февраль, ну в крайнем случае в конце февраля, но не в апреле же. А сейчас и апрель, может быть, пройдет уже. Ну, короче, можно долго смеяться. Но, не знаю, конечно, мы издалека легче смеяться, чем вам. Этот смех сквозь слезы, если уж говорить о нас, потому что мы это на собственной шкуре ощущаем. И еще ощутим, вы, наверное, слышали о новом проекте по восстановлению инфраструктуры стоимостью от 3 до 5 триллионов долларов. И мне всегда, и я не устану об этом повторять, будучи вице-президентом у Барака Хусейновича, они получили почти триллион долларов на восстановление инфраструктуры. И вот у меня все время на языке крутится вопрос, а где же та восстановленная инфраструктура, на которую они получили кучу бабла, нашего, за которое мы должны рассчитываться? В общем, аппетиты... Важно вам дожить до момента, когда Венесуэла станет богаче Америки. Вот, я желаю вам... А Венесуэла вам поможет. Да, к сожалению, в ваших словах, ну, вроде ска произнесенных с иронией, но на самом деле есть некая сермяжная правда, поскольку политика, которая осуществляет этот режим, она приведет к обнищанию не только людей, но и страны. Ну, правда, какие-то приближенные, которые обеспечили победу, или поддержали, скажем так, этот режим в предвыборной кампании, они заработают неплохие деньги. Ведь эти триллионы долларов, которые они выделяются, они же пойдут вот в эти самые карманы. Ефим, огромное спасибо. Время пролетело как одна минута, к сожалению, но так или иначе, я думаю, что в следующий раз, когда мы встретимся в эфире, нам тоже будет о чем поговорить. Да, до встречи через две недели. Всего доброго. Жизнь полна неожиданностей. Всего доброго, берегите себя.